Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Приинтереснейшую вещь рассказала Ангелина Вовк. Но если тогда уже такое было, и они проделывали, то что говорить сейчас, когда мы рассуждаем о двойниках Киркорова, да и той же Пугачёвой? Вдумайтесь, в 1988 аж ещё году Ангелина Вовк была ведущей всесоюзного фестиваля польской песни в Витебске. Потом проходил Славянский базар. И первые годы его тоже вела знаменитая тётя Лина. И вы знаете, самое интересное, вот что она рассказывает. Одна из самых запомнившихся Вовк встреч, которая случилась в Витебске, была с Аллой Пугачёвой. Казалось бы. Правда, ведущая до сих пор считает, что это был двойник Пугачёвой. Дело было в 1998 году уже. Это получается, что с 1988 года она была. В 1998 год. Она приехала в Витебск с Киркором. Тогда это была молодая семья, и Киркоров стал четвёртым мужем в 1994 году. Филипп очень трогательно относился к Алле. Вот что она говорит. «Я помню, как мы сидели в комнате за кулисами, и вдруг открылась дверь. Вошли Алла с Филиппом. Когда Пугачёва увидела большое количество известных людей, она ахнула и отвернулась к стене». Ну, то есть, это реакция человека, который не крутится в этих кругах, заходит в комнату, видит огромное количество известных людей, которых она не видит постоянно. И человеку это смущает, скажем так, да? То есть, она отвернулась к стене и стоит. Вовк говорит, для меня это было шоком. Я не понял, почему он так себя ведёт. А позже стала понимать, что тогда это была не Алла Пугачёва, а её двойник. Причём очень похожий. При этом Филипп Киркоров хитро на всех смотрел и лишь улыбался. В отеле Вовк встретилась с болгарским композитором Эмилием Димитровым, автором песни Пугачёва «Орликина». Значит, которая нервничалась, возмущалась с поведением артистки. Мол, он ей звонит, она не соглашается навстречу. И это обстоятельство только усилило мои подозрения, что это была вовсе не Алла, а двойник. Она ещё и выглядела очень молода. То есть, вдумайтесь на секундочку. В 1998 году уже Вовк говорит о том, что Киркоров приехал не с Пугачёвой, а с какой-то молодой особой. Похожий на Пугачёва, которая смущалась при виде известных людей и отказывалась от встречи с людьми близко, скажем так. То есть, получается, с того времени, где был момент Пугачёва, никто не знает. Понимаете? То есть, вот эти все вещи, связанные с пластическими операциями, видоизменениями себя, когда ты видишь человека за полгода, там, пять фотографий, и они все разные. Понимаете? Где эти люди? Мы вообще не знаем. Чем они занимаются? Мы вообще не знаем. Да я бы даже сказал, живы ли они, мы не знаем. Потому что, собственно говоря, того же Киркорова, если сейчас взять и сравнить его фото, за последние полгода это пять разных людей. Ну, довольно интересный момент, который рассказывает не кто-то там, а Ангелина Вовка, которая своими глазами это видела. Друзья, что думаете на сей счёт? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. А Пугачёва вообще, наверное, день на гастролях была в этот момент, зарабатывала и там, и здесь. Может быть. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграмм, канал Будда Гришна. Новости. Новости в формате 24 на 7. И внизу ссылочка на мои социальные сети ВКонтакте. Одноклассники запрещен на грамм. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.